Мы 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 Сербия Страна дружелюбных хозяев и суровой красоты древних монастырей. Здесь две реки Сава и Дунай сливаются воедино. Здесь главная муза сербского режиссера Эмира Кустурицы. И здесь тоже есть наши выпускники. Точнее, выпускницы. Здравствуйте, дорогие зрители. Меня зовут Радмила Дмитриевна Томкович. Я говорю по-русски, потому что закончила Московский государственный университет Ломоносова. Ручки на себя, на себя, на себя, медленно, медленно. О, полетели, полетели, полетели. Это сейчас Радмилу Томкович все знают как главную хранительницу мирного неба над Белградом. Она 23 года работала в команде ВВС Сербии. С правой стороны наша гора Авола. И, значит, с левой стороны город Белград. Вот мы сейчас над рекой Савой. А когда-то для скромной студентки высшим пилотажем была филология. Вот я родилась в гражданской семье, в которой очень люди любили искусство. Потом изучать языки иностранные. И вот с того самого детства я влюбилась русский язык. Прежде всего, надо честно сказать, литературу. Чуть позже в гимназии Радмила стала изучать латынь, греческий, английский и немецкий. Но любовь к русской литературе только укрепилась. В начальной школе пошла учеба. Русский язык был моим любимым языком, который меня, значит, не только я пользовалась, а моя бабушка, которая мне рассказывала эти сказки великолепные русские. Потом начала, значит, знакомить меня с Пушкиным, с Блоком, вот с этими прекрасными баснями Крылова. С отличием, окончив гимназию, Радмила поступила в Белградский университет. Но на журфаке она проучилась недолго. Но мне казалось, что чего-то не хватает здесь. И так как я была лучшим студентом, на 10 училась, это у нас такие были тогда отметки, я спрашивала, а куда еще можно поехать, что можно изучать, чем заниматься, кроме вот этих один, два, три языка. И потом меня отправили в Мангайм. Вот это был самый известный в Европе университет, где уже изучали славянские языки. Отличница из Сербии успела поучиться еще в трех европейских университетах. Но философского и исторического факультетов в Германии и Англии ей оказалось мало. Хотелось покорять новые горизонты на мотоцикле. Дорога, которая связывает, например, Мюнг с Гамбургом. И мы там гонки, значит, проводили. Ну что, нажимали 200, 250, 300. Это просто в час. А там шесть полос, и люди на автомобилях ездили со своей семьей. Что, у нас не было выхода никакого, и надо было в сторону. И тогда упал и мотоцикл, и я. Но это не был конец. Другой покупали и продолжали. Казалось бы, ее жизнь уже была насыщенней многих других. Но у Радмилы Тонкович все еще только начиналось. Таким мотоциклом я приехала в Москву. Но не сразу. Это было через Гайдельберг. Там я тоже училась, классическую философию там закончила. Потом меня отправили в Лондон. Мне там вообще не понравилось. Нет, это другие люди. Это немножко... И климат такой холодный. Я думала, что там самый холодный климат. Но когда попала в Москву, я видела, что там еще холоднее. Холодный русский климат ничуть не остудил пыл строптивой сербской студентки. Прекрасные профессора там были. Такие, которые нас приглашали домой. Которые устраивали вот такие вечера, посвященные Пушкину, Толстому, Достоевскому. Вообще ими влюблялись то в литературу, то в язык русский, то в профессора. Оказавшись в лучшем российском вузе, Радмила уже не захотела менять место учебы и получила диплом филолога в МГУ. Самым большим вызовом был именно МГУ. Он был требовательным, он был строгим, он был высочайшего уровня. И я вообще человек, который любит соревноваться, даже и с собой. Если нет у меня, значит, противника, я сама с собой, значит, делаю соревнования. Что это значит? Все, чем я занимаюсь, должно быть на отлично. Ибо я ничего не делаю. Кроме полезных знаний и ценного опыта, Радмила приобрела в Московском университете настоящее богатство – верных друзей. Это были люди из Африки, из Азии, из Новой Зеландии, из Австралии. Вообще про Европу не хочу говорить. Это было больше всего из Европы студентов. Но все говорили по-русски. Представляете, что это такое? Сложно поверить, но ради пеших прогулок по Москве сербская гонщица даже оставила своего железного коня в гараже. Мы так с гитарами по этими широкими проспектами русскими ходили. Мы это уже не звали улицами. Это все у нас были проспекты. А в наших странах, вы сами сейчас видите, вы находитесь в Белграде, нет таких огромных улиц, как в Москве. Но нам было интересно, потому что мы заполняли почти эту улицу. Транспорта не было. Но самым зрелищным воспоминанием для Радмилы стала свадьба первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Ленинские горы. Откуда мы смотрели такую съемку? Помните, когда выходили замуж Валентина Терешкова и ее муж Николаев? Вот это было в эфире целого мира, но я тогда была маленькая. По иронии судьбы, спустя пару лет Радмиле Тонкович предстояло познакомиться с Валентиной Терешковой уже как коллеги по летному цеху. И она через 40 лет приехала к нам. И тогда она стала членом нашего Содружества женщин-лечит Сербии. Вот как мир тесен, посмотрите. Просто это со студенческих дней. Вернувшись домой, наша выпускница пошла работать военным атташе. Человек настоящий, образованный, культурный, высочайшего уровня. Вот это все нам обеспечил МГУ. Но это еще о чем-то говорит, что в нашей стране, бывшей Югославии, Социалистической Федеративной Республики Югославии, было очень хорошее образование в начальной школах и средней школах, потому что мы были способны попасть на такой высокий уровень. А оказавшись однажды за штурвалом самолета, хобби навсегда стало ее новой профессией. Авиация — это и наука, и инфекция. Человек, который получает такую инфекцию, он никогда не выздоравливает, никогда. Он просто передаст себя целиком в небо. Когда Радмила летала уже наравне с профессиональными военными летчиками, началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии. Это просто для нас страшная война, страшная. Она длила 78 дней. Может быть, кому-то покажется, что это немного, но это было бесперерывно, бесперерывно. Наши дети были маленькими, вот так закрывали уши и говорили, «Ой, мама, скажи, чтобы они перестали, ну кому сказать». Тогда ей ничего не оставалось, как встать на защиту Родины и взять в свои хрупкие руки штурвал военного самолета. Такая гибель, такая рана просто. Это значит, они стреляли в нашу армию. И самая главная цель для них была, это разбить и разгромить сербскую и югославскую армию. Учитывая тотальное превосходство противника в воздухе, приходилось идти на хитрость. «Мы сейчас подходим к особому самолету. Он не настоящий. Это точно МиГ-29, но это макет. Он очень интересный, потому что участвовал в борьбе с НАТО». В бой шли не только пилоты, но и художники. 16 разрисованных макетов МиГ-29 войска противника приняли за настоящее. «Они стояли на стоянке. Ботаница – это военная стоянка, аэропорт военный. И, значит, отсюда они и вылетали, чтобы боролись с этими, значит, летчиками НАТО. Но когда они поняли, что это, значит, не настоящие самолеты, они вообще потом еще крепче, можно сказать, удар за ударом делали на нашу страну». В Белградском музее воздухоплавания до сих пор хранится такой уцелевший макет. А еще здесь есть фрагменты сбитых американских самолетов. Для сербов это больше, чем символ мира и справедливости. «Это сбили русские, значит, старые системы ПВО «НЕВА». А обнаружил именно и тот, и другой самолет тоже старый систем, старая радиолокационная система русская. И именно из-за этого мы благодарны тому, что мы не выбросили эти системы и ту, и другую, а нам порекомендовали перед агрессией». Последнее время Радмила Тункович все чаще летает пассажирскими самолетами. Она собирает информацию о выдающихся летчиках по всему миру для своих книг. «Чем более ты узнаешь, ты еще хочешь больше узнать. Знаете, вот это появляется как цикл какой-то, как цепь, знаете. И вот именно из-за этого я начала собирать вот разные темы для моих книг. И это для меня сейчас самое важное. Но я прошла и всю эту работу». Первым делом может и самолеты, но любовь к русскому языку так просто не проходит. Свою третью и явно не последнюю книгу «Небесные героини мира» Радмила написала на русском. «Первая напечатанная появилась на русском языке, а потом на моем сербском языке. Это может быть какой-то сюрприз, может быть какое-то что-то неожиданное, но каждый человек любит свой язык, на котором он первые слова произнес. Это язык своей мамы. Но это вам, я думаю, много говорит, если я так позволила, что первая моя книга будет напечатана на русском языке». «Познакомьтесь, к нам пришла наша замечательная подруга, с которой мы уже давно сотрудничаем. Это писательница, летчица, героическая женщина Радмила Тонкович». Теперь летчицу Тонкович все чаще можно встретить в школьных библиотеках и книжных магазинах. «Вот таких книг я привезла из Москвы три раза по, может быть, 600-700 экземпляров в разные школы Сербии. Я очень любила вот такие стихи немножко почитать. Жили-были точки, 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 дочки и сыночки». Будучи философом, журналистом, переводчиком, историком или летчиком, за что бы она ни бралась, она всегда отдавалась делу целиком и всегда получала за это самые высшие награды. А какую оценку Радмила даст России? Сейчас проверим. «Фрула» или «Балалайка»? «Балалайка» «Коло» или «Калинка-малинка»? «И то, и другое» «Калимигдан» или «Кремль»? «О, какой тяжелый вопрос! И то, и другое» «Чоконь» или «Граненый стакан»? «Граненый стакан» «Гибаница» или «Сырники»? «Гибаница» «Елик» или «Сарафан»? «И то, и другое» «Храм Святого Саввы» или «Храм Христа Спасителя»? «Ой, самый тяжелый вопрос! Это оба родные» «Сербия» или «Россия»? «Оба! Обе родины» «Итого 6-7» Можно было бы сказать «в пользу России» Но, похоже, для Радмилы Тункович Сербия – это и есть Россия Без помощи России она бы не отстояла мир в небе над родной Сербией А без исключительной верности Сербии не смогла бы ответить любимой России тем же «Мотанецом через гадан» «Мотанецом через гадан» «Ага, sẽ значить неповissность?»